Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопросы 2122. Если Господь в Евангелии даёт повеление не убивать, спрятать мечи, любить врагов, то почему жития прославляет воинов-христиан, что более безусловно является примером для подражания, чем кроткий Христос? — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Потому что так попы научили, и эти, мнимо верующие, шли на службу императорам-гонителям. Лишь бы жертву идолов не приносить, а служить кровавому режиму и быть в его армии, это считалось нормальным явлением. Христовое учение об отношении к врагам было недоступно пониманию. Носили кресты на себе, потом на знаменах, на знаменах, и также убивали того, на кого покажет монаши Жезл. Уходили белые из России, ещё с собой разные святыни брали, ещё надеялись, но приговор уже вступил в силу, и будет их преследовать гнев Божий. Надеялись вернуться победителями. Разве никто не мог сопоставить происшедшее с подобным из жизни Давида? И сказать так же. Второе царство, 15-25. Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своём месте. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. Хвалились своей одегитрией и всегда подтверждали, что заседание было в её присутствии. И сколько же было там того, в чём потом приходилось горько раскаиваться. И никакое присутствие не может нам, не поможет нам, если мы не отречёмся от самих себя и не дадим место Духу Божию действовать нас через Слово Его. Агапит. 18 февраля. Исповедник. Кавычки открыты. Император Ликиний, узнав о том, что преподобный Агапит обладает большую телесную силу, повелел взять его из обители и против его воли определил число своих воинов. Исполняя обязанности военной службы, преподобный не оставлял и иноческих подвигов. Благословение матери, отца, хотя и не гарантия успеха, но путешествие маячит до конца, при встрече губы наполняет смехом. Но есть благословение вопреки тому, что и Егова изрекает. Пересыхают разом родники, хотя жестикулируют епископы руками. Бог проклинает их благословение, Бог раздирает сшитое наружно. И в волчьи вой всё храмовое пение в июле леденит крещенской стужей. Желание добра сопутствующих средств для достижения желаемого счастья. Благословение облечит тяжкий крест, что одному поделится на части. Незримые включаются микробы, и делится, и телится скотинка. Медяшки ржавые, вдруг злато высшей пробы. Оратор стоит вслух, заика без запинки. И дождь с росой нисходит благодатно, от гусеницы саранчи спасаясь. Точнеет злак и вовремя зарплата. Могущественным львом стал косолапый заяц. Не дай нам, Бог, утери испытать и более всего благословение. Пожар, война и гость незванный тать. По сущим пустякам единства нет, а мнение. Проклятие матери внезапно разрушает уже подстроенный дворец до основания. Вся сила, красота уходят и ветшают. Не впрок гимнастика и лучшее питание. Благословляйте даже и врагов. Они особенно нуждаются в заботе. Ни звука вопреки библейских слов. Пусть совершенство ангелова плоти. Путь совершенства ангелова плоти. 30.08.03. Игла. Игнатий Лапкин.